слава иисусу христу нашему спасителю господу всех приветствую вас братья и сестры благоставляю слава нашему господу иисусу христу навеки слава богу святому аминь и вот сегодня у нас было хлебопреломление евхаристия здесь прямо на дому в собрании домашней церкви нашей здесь нашей нашей киевской архипископии благочиной сейчас как раз только что уехал наш отец алексей прошаг значит он сегодня тоже делился немного словом переживанием этой благодати божьей свидетельствовал брат андрей с белоруссии вот его сейчас как раз благочины провожает тоже уехал вот и знаете друзья в этом хлебопреломлении в этом в этой причем этом причастие в этой евхаристии я вспоминал свидетельства из своей жизни из истории вот христианство будем договорить да из истории церкви приводил примеры такие вот и действительно это для меня живое переживание христа живое переживание бога и есть вопросы которые еще конечно же будем мы их освещать касательно и евхаристии хлебопреломления но вот причастия этого таинства церкви а также и других конечно же таинств потому что действительно мы понимаем как бы как христиане что есть таинство определенной церкви в разных конфессиях есть церковных направлениях там в разных деноминациях есть очень разные конечно же представление вообще о таинствах от таинственности этой как бы о даже количестве таинств там большинство протестантских допустим церквей значит называют два таинства вот крещение и евхаристию вот в православной традиции и в католической мы называем обычно 7 таинств церковных но вообще-то по совести говоря и не католики не православные мы значит и не протестанты наши братья ну в чем-то право в чем-то и не правы по совести ведь таинство это то что за внешним действием происходит невидимое действие бога духа святого так вот по совести если мы даже слово божие читаем вот вникаем в это слово вникаем в себя и видим все вокруг через призму слова божьего то мы понимаем что в действительность это таинств гораздо больше и самое великое таинство всех таинств это христос в нас упование славы вот это есть самое ну самое великое таинство вот и по сути вся жизнь христианина это одно таинство великое величайшее таинство вот и сам я как вот проповедник как вот священнослужитель я часто говорю о том и у себя в церкви и в гостях когда бываю в разных конфессиях в разных динаминациях то тоже говорю как раз именно о том что значит таинство это до добрый вечер да слава богу приветствую сестра слава богу вот таинство это действительно чудо божье и вот сегодня вот не знаю вы подключались или нет но на предыдущие трансляцию сейчас вот то что завершилось но в этом предыдущем в этом предыдущем значит видео предыдущей трансляции если посмотрите там евхаристия в завершении трансляции в завершении служения такого значит он онлайн значит в эфире мы были в эфире сегодня вместе с благочином и с братом андреем были в эфире и и совершали хлебопреломление евхаристию и вот сама вот это евхаристия божественная хлебопреломление причастием еще мы называем это причастием вот и я хочу подчеркнуть что следующая мысль очень важная такую знаете ли по скриптум будем такой после совершения уже таинства этого после совершения хлебопреломления хочу мысль эту закрепить знаете ли утвердить еще что значит не то важно какого качества хлеб насчет хотя желательно предпочтительная если из предмоё предпочтение по слову божьему то это и по совести это опресноке ну мацу покупаем чаще всего вот сегодня мы брали просто хлеб грузинский хлеб вас пекарни прямо с пекарни еще теплый еще хлеб этот вот значит какое вино должно быть или сок или какое именно вино какой именно сорт вина какой именно сорт сока должен быть знаете ли сегодня покупал обычное значит обычный сок вот допустим вот такой вот 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 садочек ну понимаете ли какая разница какого качества будет там этот сок значит самое главное даже если бы я бы в этом городе съел бы весь хлеб и выпил бы все вино я бы не причастился даже размышляя о теле крови христа если бы христа не было бы во мне а я не был бы во христе ведь само причастие это евхаристия это действительно переживание бога переживание христа переживание того активизация вот есть такое выражение сейчас активирует знаете да вот примеру сказать скачал программу допустим и нужно активировать и там видите код допустим до продукта вводишь код и программа работает на все сто значит а потом обновляется и прочее вот но если так в аналогии в этой то мы активируем будем так говорить словом божьим и вот причастим таинством а то что было совершено еще 2000 лет тому назад то что бог совершил 2000 лет тому назад на голгофском кресте пролив свою божественную кровь ради нас за воискупление грехов наших в умерев на кресте он взял на себя не только грехи наши проклятие наши все уродство этого мира взял на себя наркоманию алкоголизм блуд все абсолютно все болезни все немощи все даже немощи болезнь это понятно а немощи то что это дача вроде как бы и не жив и не мертв и не болен вроде не здоров и непонятно вот немощь слаб значит он взял все это на себя наши слабости все стрессы все взял на себя знаете ли абсолютно все и вот ранами его мы исцелены и вот через евхаристию божественную через размышление над словом божьим мы причащаемся в первую очередь мы причащаемся не просто ртом до насчет или желудком воспринимаем тело и кровь христа в первую очередь это здесь совершается это здесь совершается в сердце совершается в разуме совершается причастие размышляя над телом и кровью христа а теле крови христа размышляем о божественных о божественной крови христа вот и как бы активируется вот то что бог совершил две тысячи лет назад в нашей судьбе сейчас в этот временной промежуток который мог бог нас поместил в в котором мы живем сейчас, вот, и это величайшее таинство, это величайшее чудо, слава Богу, да, вот, в этом переживании братья уехали уже, а я вот решил еще одну, сделать еще одну трансляцию, как бы, уже без объявления, без, значит, рекламы, ну, так вот, уже, знаете, вот, уже просто, вот, от переполненных чувств этих, хочу просто поделиться, действительно, тем, что, вот, милость Божья, знаете ли, милость Божья, благодать Божья, вот, сподобила нас величайшего чуда на этой земле, потому что кровью Христа, чистого и непорочного Агнца, мы искуплены от суетной жизни, преданы нам от отцов, драгоценной кровью Христа, мы искуплены от болезней, от нищеты, от слабости всевозможной, от грехов, искуплены кровью Иисуса Христа, и Богу вся слава и хвала, аминь. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, благоставляю именем Господнем, и все, кто будет потом смотреть это все, уже в записи, во имя Господа Иисуса Христа. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призвет на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа, аминь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, прибудет со всеми нами, аминь. Благоставляю всех вас, во имя Господнем, слава Богу за все, Боже вам благословение. Спасибо огромное, сестра, тоже, и вам благословение Господних, вот, слава Богу, благоставляю, аллилуйя, слава Богу.